Уважаемые друзья в социальных сетях, всюду, и в моем блоге, и на фейсбуке, и в моем ютуб-канале, одним словом, особенно те, которые со мной на одной украинской волне, украинцы по обе стороны океана. И сейчас это мое третье включение. Сегодня, во время прямой трансляции, напомню для тех, кто не смотрел первые две, Динамо Киев, Арис Солоники, второй ответный матч в Лиге конференции. И вот сейчас на табло пошла последняя минута первой половины игры. 44 минуты 32 секунды сыграно. И чтобы не нарушать копирайт, буду порциями показывать мяч у динамовцев. Они сейчас начинают свою атаку. Они все, обратите внимание, вот давайте даже посчитаем, сколько их динамовцев на половине поля гостей в этом матче. Ариса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек уже перешли там сзади где-то восьмой. А Арис тоже, конечно же, всей командой. Арис ведет. Они забили гол, вы видите, динамовцы контратакуют. Вот сейчас Ярмоленко отдал пас, пас вперед. Удар, гол. Волошин забивает. Ответный гол. Счет становится 1-1. А этот, с моей точки зрения, впрочем, только ли с моей. Обратите внимание, украинцы на трибунах в Бухаресте поддерживают и радуются за свой клуб. А мы с вами говорили, конечно же, о надежде. Надежда перед вторым таймом остается. Давайте посмотрим, вот как они ликуют. И, с моей точки зрения, конечно же, это замечательно. Это футболисты в таких случаях говорят, гол в раздевалку. И я не сомневаюсь, что сейчас вот предстоящие эти минуты относительного отдыха, конечно, но перерыва, будем говорить, перед второй сорокапятиминуткой, перед вторым решающим таймом. Луческу, главный тренер Динамовцев, которого в свое время называли в его родной Румынии хитрый лист, когда он стал тренером, что Луческу, конечно же, найдет нужные слова для своих подопечных. И Бог даст. Ожидаем с вами с надеждой второй тайм-счет 1-1 в этом матче. Но, учитывая забитый гол, все-таки пока греки ведут в общем со счетом, конечно же, 2-1. Одним словом, 17 августа 2023 военного года. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Пока, пока.